Вы говорили про то, что не надоело ли вам бороться, и будете ли вы как-то еще при случае? Нет, конечно, я и стараюсь с Леонидом Михайловичем общаться. Поддерживаете, да? И поддерживать стараюсь. У нас все-таки филиал Национальной медицинской палаты организовывается. Конечно, все идет очень медленно, и жалко, что там верхушка в основном административный ресурс. Я там, конечно, есть тоже в этом совете. В каком совете? Ну, дело в том, что вот в январе, когда приезжал Леонид Михайлович, он организовал координационный совет по организации филиала Национальной медицинской палаты здесь, в Иваново. После того шума, который вы устроили, да? Или до этого планета? Нет, дело в том, что пока я обучался в Москве, я еще с тех пор пытался как-то организовать медиков на какое-то взаимодействие с властью рациональное. И когда обучался в Москве, сконтактировал с Леонидом Михайловичем. Он мне предложил сделать вот такой филиал, и я вот долго очень искал медиков, сообщников, единомышленников, которые будут именно двигать вот эту идею. И не просто пассивно участвовать, а двигать вот мысли там, создавать все. Ну, вот я зацепился за одного из участников такого вот тоже. Был тут подъем небольшой, Эдуард Калиоманов, может быть, слышали. Вот, но посмотрите в интернете, это все есть. Но, к сожалению, он ушел в КПРФ, во фракцию, и связался вот... У него путь другой, то есть митинги, забастовки, там, пикеты, мой путь другой. А вам не предлагали куда-то в партию? Ну, мне предлагали, но я... А какие партии? Единая Россия. Вы не пошли? КПР? Нет, я беспартийный человек, для меня это не обязательно, мне это не нужно. Взаимодействовать? Да, обязательно. Там много грамотных людей, надо с ними контактировать и извлекать для этого пользу для людей, для общества. Вот. Значит, и я пытался вот организовать этот филиал, но не нашел единомышленников, поддержки. И, в общем-то, Леонид Михайлович об этом знал, понял, и он совершил, так скажем, такое путешествие, видимо. Ну, по многим регионам России, чтобы создать в каждом вот такой филиал, чтобы медики действительно были едины и грамотно работали с властью, с Министерством Здравоохранения. И вот один из его визитов был к нам, и он создал вот этот координационный совет для того, чтобы создать впоследствии филиал. И я попал в этот координационный совет. Но мне, к сожалению, не удается там прижиться, так скажем, потому что я там один простой смертный. Там в основном главные врачи. И они к вам плохо относятся? Да, в принципе, нормально относятся. Да нет, да, настороженно, наверное. Никому лишние проблемы-то ведь не нужны, а то хренов чего-нибудь скажут, где-нибудь что-нибудь напишут, еще что-нибудь увидят. И начнется опять какая-нибудь проверка, им и так всем тяжело. А тут еще вот проблемы лишние. Конечно, не надо. Проблемы лишние. Это же общие проблемы, да? Да. Сложить лапки, ждать и как-то сцепить зубы и жить дальше? Вы понимаете, когда сидишь на месте главного врача или заведующего отделением, зарплата другая, условия работы другие. А когда начинаешь возникать, в общем-то, систему нашу сдвинуть с места очень сложно. И тут по чуть-чуть, и может, удастся. А проблем себе наживешь и место потеряешь свое, это вот наверняка. Поэтому кому это надо? Ну, это понятно, конечно. Хотя надо. В идеале, вот если бы, так скажем, быть патриотом и каждому заведующему и главному врачу действительно вот обращать внимание на эти проблемы, вот так же писать, так же доказывать. Конечно, может быть, и по шее дадут. Вот. Но зато хотя бы не обидно будет, что ты попробовал. А то у нас все говорят, что вот плохо, вот это, вот зарплата низкая. А как касается додела, что куда написать, подписи собрать, так сразу, ну нет, вот мы боимся, мы это, мы то. Вот и все. Ну и живите тогда, как живете. Что ж теперь сделаешь-то? Субтитры создавал DimaTorzok